Эластичность спроса Эластичность спроса – это реакция покупателя на изменение цены. Эластичность спроса является очень важной категорией для того, чтобы фирма проводила правильную ценовую политику, правильно устанавливала цену, а также эластичность спроса очень важна при учитывании государственными органами при налогообложении. Если говорить про эластичность спроса, то товары бывают как эластичные, так и неэластичные. Неэластичные товары – это товары первой необходимости, как правило, товары недорогостоящие. Когда мы говорим про неэластичные товары, это имеется в виду, что цена может меняться значительно, а наш с вами спрос сильно не меняется. То есть такой товар является неэластичным. Бывают, напротив, товары, которые называются эластичными – это когда потребители чутко реагируют на изменение цены, цена незначительно изменилась, а спрос сразу же отреагировал. Понятно, что к эластичным товарам относятся предметы роскоши, дорогостоящие товары, товары, у которых есть много заменителей и так далее. Эластичность спроса мы можем определить через показатель общей выручки. Это, как я уже говорила выше, очень важно правильно установить цену предпринимателю. Если мы с вами понижаем цену, а выручка у нас с вами растет, это значит, что такой товар является эластичным. То есть потребители чутко реагируют на понижение цены. Если ваш товар является эластичным, и вы это знаете, то это значит, что вам выгодно в разумных пределах иногда понижать цену, и доходы ваши растут. А вот повышать цены, если ваш товар является эластичным, невыгодны. Вы незначительно повышаете цену, а спрос сразу же падает. Бывает наоборот, когда повышение цены приводит к повышению общей выручки. Такие товары, наоборот, называются неэластичными. Как мы с вами сказали, это товары первой необходимости, которые нам очень нужны. Поэтому вам для повышения дохода выгодно, опять же, в разумных пределах иногда повышать цену. А вот понижать цену вам не выгодно, потому что вы понижаете цену, спрос неэластичный, спрос сильно не реагирует, и ваш доход начинает падать. И бывает ситуация, когда, как бы вы ни меняли цену, общая выручка от этого не меняется. Это значит, что данный коэффициент, такой спрос, называется спросом с единичной эластичностью. То есть вы подняли цену на 5%, спрос упал на 5%, а общая выручка осталась константной. Очень важно при изучении эластичности спроса определять коэффициент эластичности спроса. Если коэффициент эластичности спроса, обращая внимание, по модулю, то есть мы берем только положительное значение, больше единицы, такой спрос является эластичным. Это значит, что спрос изменяется в большей степени, чем меняется цена. Если этот коэффициент меньше единицы, такой спрос не эластичен. Это значит, что цена меняется в большей степени, чем спрос. Бывает, как я уже говорила выше, если коэффициент эластичности равен единице. Это в случае единичной эластичности. Можно рассмотреть и ситуации предельных случаев эластичности. Это когда спрос абсолютно не эластичен, это когда как бы цена не менялась, спрос не реагирует на изменение цены. И спрос абсолютно эластичен. Это когда цена константа, а спрос меняется значительно. Очень важно, когда мы говорим про эластичность спроса, рассмотреть, какие же факторы эластичности спроса. Ну, как я уже говорила, опять же, выше, если это товар первой необходимости, такой товар является неэластичным. Если это предмет роскоши, такой товар, конечно же, является эластичным. Второй очень важный момент – это доля затрат на данный товар в бюджете семьи. Понятно, что чем дешевле товар, тем спрос менее эластичен. А вот если товар стоит дорого, например, вы решили купить автомобиль или квартиру, или получать образование, то есть если этот товар или услуга стоит очень дорого, то наш с вами спрос является эластичным. И даже если немного понижается цена, в абсолютных значениях это много, мы чутко реагируем на эти вещи. Очень важный фактор эластичности спроса является время. Иногда бывает такой момент, когда мы привыкли к какому-либо товару, цена выросла, у нас осталась привычка, и мы не реагируем на изменения цены. Со временем мы находим другие приемлемые заменители. Очень важным фактором эластичности спроса является универсальный или специализированный товар. На универсальный товар спрос эластичен, а вот если специализированный, то нет. Если это какой-то узкий товар, который нам очень нужен, то, конечно же, нет. Также очень важно – это значение цены. Это важно, кстати, при маркетинговых исследованиях. То есть если цена приближена к круглым числам или имеет нечетное значение, то спрос эластичен. Мы часто с вами видим, что когда товар стоит не 10 тысяч, а 9 999. Потому что наше подсознание считывает, что товар стоит 9 тысяч, а не 10. Вот это фактор эластичности спроса. Также очень важно – это эластичность предложения по цене. Эластичность предложения по цене – это реакция продавца на изменение цены. Тоже определяется с помощью коэффициента эластичности спроса. Эластичность предложения по цене, если больше единицы, то значит, что эластичность предложения высокая. Если меньше единицы, низко, но если равна единице, это случай единичной эластичности предложения. Обращаю внимание, когда мы говорим про эластичность предложения по цене, здесь только один самый важный фактор эластичности предложения – это время. Понятно, что на кратчайшем периоде времени, когда изменилась рыночная ситуация, рыночная конъюнктура, производитель не может мгновенно отреагировать, поэтому спрос не эластичен. В коротком периоде времени уже производитель может как-то адекватно отреагировать на изменение рыночной ситуации, Но здесь, когда мы говорим про короткий период времени, не меняется количество производственных мощностей, используется только более интенсивное или менее интенсивное использование этих имеющихся производственных мощностей. Но когда же мы говорим, например, про длительный период времени, то здесь уже меняется и количество производственных мощностей и так далее, то здесь эластичность будет самой высокой. Пример мы можем привести, когда мы говорим про классическое предложение ситуации фосмажора, который случился по всему миру, вот этот коронавирус, когда необходимо, нужны были маски, их не было или они столь очень дорого. Со временем, мы сами это видим, производители, государство отреагировали, стали производить много, дешево и так далее. То есть нужно какой-то период времени, чтобы производитель или даже иногда государство правильно, адекватно отреагировало на изменение рыночной конъюнктуры. Ну и в заключение мне хотелось бы сказать о том, что когда мы говорим про классичность спроса, очень важно, существует определенная корреляция классичности спроса и цены. Иногда государство прямо или косвенно уменьшивается в ценообразование. И, например, первый момент, когда государство уменьшивается в ценообразование, это максимальная цена или потолок цен. Это ситуация, когда государство устанавливает цены ниже рыночного равновесного уровня, хотя называется максимальная цена. В результате, если цена ниже равновесного уровня, это приводит к товарным дефицитам, и тогда государство должно либо сокращать спрос через карточки, либо стимулировать предложение через различные дотации. Бывает второй момент, когда государство через таможенные пошлины также влияет на цену товара. То есть, если таможенные пошлины растут, цена импортных товаров растет, и импорт покупают меньше, а экспортные товары покупают больше. То есть, это политика промышленного протекционизма. Бывает квотирование квоты, это ограничение на ввоз определенного товара. И хотелось бы сразу обратить внимание, когда мы говорили про таможенные пошлины или тарифы, то там разница в цене идет государство. А квотирование, например, государство сократило долю ввоза тех же самых автомобилей импортных. Вот разница в цене, в цене здесь идет уже поставщику товара. Ну и бывает третье и четвертое случаи, когда устанавливается цена, и очень важно тоже определять эластичность, это минимальная цена. В этом случае, хотя она звучит минимальная цена, это цена выше равновесного уровня, это делается для того, чтобы поддержать производителя. А в этом случае у нас возникает проблема избытка излишка товара, поэтому государство либо стимулирует спрос, например, через госзакупки у тех же самых фермеров, либо ограничивает предложение. Итак, спасибо за внимание. Значит, лекция наша по теме эластичности закончилась. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok